Уже на протяжении 62-х лет функционирует старое здание республиканского тубдиспансера, где медики борются с одним из сложнейших заболеваний – туберкулезом. Ранее данная локация подразумевалась на окраине города, но прошли десятилетия и Кызыл в разы увеличился. Санпино меняется, всё меняется, медицина не стоит в местах. Тем самым нужно новое здание. Здание должно находиться за окраину, естественно, должно быть боксированный бокс, должна быть отдельная вентиляция, чтобы по точности инфекционные не скрещивались и потоки не перемешивались. На сегодняшний день здание старое, новое проектирование медико-технического задания сделано в 2019 году. В 23 ноября, все знают, Михаил Бесов-Мурашко приезжал, было одобрено, подписано. Генплан уже отдан на экспертизу для окончательного варианта плана здания. Техническое задание уже согласовано с Москвой. И уже с 26-го года начнется возведение нового здания-диспансера. Расположение здания будет в сторону, резина с левой стороны в сторону спутника, будет располагаться новый диспансер. Не диспансер, а новая больница на 330 коек. Тем самым это будет приверженность пациента, это будет новый диспансер, новые отделения. Тем самым хотим повысить эффективность лечения у пациентов, также доступность была пациентов, и все современные, все необходимое для пациентов. В этом направлении огромное спасибо главе Республики Това, потому что на особом контроле стоит, так все знают, что президент приезжал, был один из вопросов, и это строительство новой больницы. Все эти меры как никогда кстати, так как в регионе наблюдается рост заболеваемости туберкулезом. Увеличены профилактические мероприятия по борьбе с этой болезнью на территории всей республики. Но тем не менее, проблема остается и требует новых решений, в том числе и строительства нового здания. Арлана Байдубу, Ян Монгуш, Ангыр Кужугет, телеканал Тува-24.